Модная коллекция школьной формы, приложение для ксерокса или стратегия продвижения Бийского олиумного завода. Все это сделают школьники края, чтобы попасть в резерв кадров. Более 25 ведущих предприятий и организаций Барнаула Бийской Заринской курируют команды школьников и студентов. Как стать участником проекта и какие идеи могут быть самыми востребованными? Говорим сегодня с Олесей Соколовой, руководителем регионального проектного офиса «Кадры будущего для региона», проректором Алтайского института развития и образования. Здравствуйте. Здравствуйте. Даже по одним названиям видно, что участники заинтересованы в том, чтобы о предприятиях Алтайского края узнали во всей стране. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проектах. О проектах, которые заявлены в рамках инициативы. Мы пошли нетрадиционно. Обычно принято, что дети придумывают проекты и все остальные, взрослые, им создают среду. На самом деле мы пошли по классике действительно проекта, когда у него есть заказчик, реально потребность в каком-то продукте, услуге. И на первом этапе инициативы мы обратились к ведущим предприятиям и организациям Барнаула, Бийска и Заринска с просьбой заявить проекты, которые им интересны, в которых у них есть реальная потребность. И уже сейчас на заочном отборе школьников и студентов ребята предварительно выбирают от одного до двух проектов, в реализации которых они хотели бы принять участие. Спектр проектов разнообразный. То есть, естественно, поскольку предприятия исходили из своих потребностей, то понятно, что эти проекты так или иначе связаны с развитием региона. Ну, например, есть проект, архитектурный проект парковой зоны отдыха в Ленточном Бару. Или есть проект разработки и пошива школьной модной формы. И мы очень надеемся, что дети наконец-то придумают действительно такую форму, в которой будет интересно, ну, то есть, которая будет им интересно, которая будет им нравиться, в которой они будут выглядеть с лучшей стороны, и которая будет современной. Есть проекты, связанные с продвижением региона как туристического кластера. Например, различные виртуальные гиды и по Барнаулу, причем по старому городу, виртуальный гид по Барнаульскому зоопарку, виртуальный гид по Золотому кольцу Алтая, причем на английском и китайском языках. То есть, ну, и много еще, как бы, вот схожих, да, в этой сфере. То есть, можно сказать, что у каждого города все равно есть какая-то своя направленность? Ну... Или всего понемножку? Ну, безусловно, да. То есть, получается, что мы, когда проанализировали заявленный проект, они, собственно говоря, как бы отражают те сферы, ну, в которых город планирует развиваться в дальнейшем. И, собственно говоря, ребята могут, ну, найти себя в любом проекте. То есть, это не конкурс для программистов, например, или только для дизайнеров, или только, не знаю, для волонтеров. То есть, это как раз проект, который позволяет раскрыть способности, возможности, интересы, в принципе, любого школьника и студента. А есть ли в целом кадры будущего для региона? Вот что это за конкурс и зачем? Ну, глобальная задумка сформировать стратегическую команду развития региона. И формировать ее надо еще в школьном возрасте. То есть, конечная цель, чтобы дети не уезжали в другие регионы и за пределы страны, а могли делать интересные, прибыльные вещи, находясь в своем родном крае. И лучшего шанса попробовать и проверить это, пока ты еще учишься, просто нет. Потому что, когда ты уже переехал за поиском чего-то нового и интересного в другой регион, уже, конечно, процент возврата меньше. При том, что у нас на самом деле есть потенциал для развития различных сфер. У нас есть интересные предприятия, интересные наставники, которые могут своим личным опытом показать, что все возможное, находясь на территории Алтайского края. Поэтому мы преследуем в первую очередь такую цель глобальную. Но, с другой стороны, это возможность детям попробовать себя в реальном деле, возможность расширить свои социальные контакты, возможность поработать с профессионалами. Ну и, конечно, для тех, кто окажется самым лучшим, это возможность съездить бесплатно в Артек. То есть участвуют в этом проекте сами школьники, студенты и предприниматели, они же эксперты или кто-то еще? Они же наставники. Они как бы являются заказчиками проекта, они его курируют, и на их базе он реализуется. То есть это не проект на бумаге, а это реальный продукт. А сколько этих наставников? Сейчас у нас 25 предприятий, 35 проектов. У некоторых предприятий по несколько проектов есть. Это и промышленность, и, возможно, сервис, туризм. И социальная сфера. И социальная сфера. Да. Ага. Кто может принять в нем участие? Как отбирают участников? Участие могут принять школьники 14 лет и старше, и студенты вузов. Школьники будут являться реализаторами проекта, студенты тьюторами, ну как бы таким промежуточным звеном между наставником и школьником. Ну и предприятие будет являться заказчиками и основными кураторами. В случае необходимости, если понадобятся какие-то еще дополнительные ресурсы или материальная база, мы будем подключать какие-то, может быть, вузы с их лабораториями или колледжи с их оборудованием для непосредственно создания продукта, возможно, какие-то типографии и так далее. Ну, все это будет, понятно, на региональной губернаторской школе, которая пройдет в начале сентября, где, естественно, примет участие губернатор. Там произойдет прокачка проектов, будут разработаны дорожные карты, и мы полагаем, что, возможно, какие-нибудь наставники могут и объединиться, и из двух сейчас заявленных проектов может получиться третий какой-то другой. То есть мы не исключаем такую возможность. То есть проект живой, он меняется, адаптируется под реальные потребности, и то, что мы получим на выходе, возможно, не то, что мы сейчас пока ожидаем. Все выглядит очень интересно, твое дело участвовать, тебе дают проект, развивай. Но пройдут-то не все, вот кому будет отдано предпочтение? Ну, вот сейчас мы принимаем видеопрезентации от ребят, где они в том числе заявляют хэштег, который позволяет выразить, ну, вот как бы в двух или в одном даже слове свою как бы сущность или цель участия в этом проекте. В зависимости от того, какие проекты выбраны, те предприятия будут отсматривать видеопрезентации, и затем, когда будет очный тур, будут уже задания на команда образования, на умение работать с людьми, может быть, совсем с другими интересами и способностями, и наставники будут отдавать предпочтение не только каким-то узким навыкам, но и будут смотреть на то, чтобы в команде оказались ребята, которые могли бы и продвигать продукт, ребята, которые могли бы организовать группу людей, ребята, которые обладают художественным вкусом, способностью к дизайну, потому что мы понимаем, что можно сделать гениальную, не знаю, там, машину или аппарат, но не суметь его правильно презентовать, продать и как бы показать какие-то там сильные стороны. А большие команды? Ну, мы рекомендуем, то есть это будет все-таки от наставников зависеть, брать в команду не более 10 человек, то есть это примерно будет 5-6 школьников, 2-3 студента. Ну, поскольку проекты разные, видения у наставников разные реализации проекта, поэтому, ну, последнее слово за предприятиями, которые будут отбирать команды. Мы даже полагаем, что если на какой-то проект у нас будет очень много желающих, то наставник может сформировать и две команды, и они будут между собой соревноваться. То есть, ну, то, что, собственно говоря, происходит у нас в реальной жизни, да? То есть участники сами выбирают проект, да? Да. Не наставники? Сейчас участники на заочном туре заявляют от одного до двух проектов, в которых они хотели бы принять участие. Затем, в зависимости от того, какой проект они выбрали, в очном этапе для этих групп участников будут свои конкурсные испытания, в которых будет непосредственно принимать участие наставник. Он будет включен в это конкурсное испытание, будет видеть ситуацию изнутри и затем отберет себе одну либо две команды. А сколько времени дано для реализации, ну, вот полного цикла проекта? Проект, ну, вот этот этап проекта, да? Мы понимаем, что это вообще проект долгосрочный, он не будет заканчиваться этим годом или следующим. Вот данный этап заканчивается в августе-сентябре 2020 года. То есть получается, что в начале сентября этого года произойдет старт проектов, и практически год будет у команд для того, чтобы создать реальный продукт, ну, или какую-то услугу. Ну, не просто создать, но еще и грамотно и красиво ее представить на суд губернатору, экспертам, а затем уже конкурсной комиссии в Москве. То есть пять лучших команд поедут в Москву. То есть и предполагается, что эти проекты будут действовать и после завершения проекта? Да. Наша задача создать некую среду, некое движение, да, которое позволит, ну, вот я попробовалась, у меня получилось, почему бы мне не попробовать сделать что-то еще, собрать команду, с кем-то договориться, кто заинтересован, да, в том продукте, который нам хотелось бы создать, и это делать. А участники могут быть трудоустроены потом на эти предприятия? Это оговаривается? Ну, безусловно, как бы мы видим, что студенты — это практически возможность встретить будущего работодателя, а работодателям увидеть кадры. Потом мы с вами знаем, что если исполнилось 14 лет, то, собственно говоря, можно открыть ИП и зарабатывать деньги. Ну, понятно, что на работу не трудоустроить, но работать под договору никто никому не запрещает. И, собственно говоря, в наше время это приветствуется, это правильно, потому что принято считать, что школа — это некая подготовка, да, какой-то там вот взрослый, вот закончишь школу, потом институт, и вот тогда начнется жизнь. На самом деле уже жизнь, и нужно себя пробовать, искать, то есть и все в руках. Ну и последний вопрос. Заявки еще можно подать, да? Да, мы еще принимаем еще сегодня-завтра. Ну, если кто-то там чуть-чуть опоздает до конца недели, заявки придут, естественно, они будут приняты. Очень просто. Нужно записать ролик, не более двух минут, то есть можно очень короткий, в котором необходимо ответить на вопрос, почему я, почему я должен войти в стратегический резерв региона, чем я могу быть полезен при реализации проекта или проектов, которые я выбрал, и мой хэштег. Также заполнить там буквально пять строк, свои данные и несовершеннолетним участникам согласия от родителей на обработку персональных данных, нажать кнопочку «Отправить». Все просто. Да. Спасибо большое за разговор. А я напоминаю, что сегодня мы говорим с Олесей Соколовой, руководителем регионального проектного офиса «Кадры будущего для региона» проректором Алтайского института развития образования.